Этот рейд начался рано утром. В поисках рыбаков на лодках нам пришлось проплыть не один километр вниз по течению. Пока в поле зрения попадали лишь те, кто ловит с берега, госинспектор пояснил, в первую очередь он будет обращать внимание на состояние маломерных судов и проверять наличие документов. На маломерном судне с двигателем, превышающим 5 лошадиных сил, обязательно должен быть судовой билет, сертификат о допуске маломерного судна о годности к плаванию. При себе иметь удостоверение на право управления таким двигателем. До 5 лошадиных сил двигатель который. Там удостоверение на право управления не требуется, только судовой билет, спасательные жилеты на всех находящихся на борту. Спустя несколько минут круиза по Березине замечаем лодку. Местные Юрий и Артем здесь с 5 утра. С собой жилеты и все необходимые документы. Улов признаются небольшой, но ценен сам факт. Возможность насладиться любимым хобби после долгого перерыва, пусть и непродолжительный период. У меня до июня месяца еще есть, можно пока поплавать. Да, до 19 июня у вас техосмотр. Евгению Скороходову повезло больше. Мужчина в 2018 обновил моторку и совсем недавно прошел технический осмотр. Сегодня открыл сезон по всем правилам безопасности. Жилеты обязательно, все, чему учили, как говорится. Под проводами стараетесь не рыбачить? Конечно рыбачить под проводами, тем более в спиннинге у нас написано, что там нельзя не рыбачить. Конечно не рыбачить. Всего в Бобруйске зарегистрировано 5900 маломерных судов, но на воду спустят лишь те, в которых будет уверен инспектор. Обойти закон реально, но хорошо, если все закончится штрафом, а не трагедией. В этом году утонул житель Черикова. Пенсионер после инсульта вышел на маломерном судне, не зарегистрированном, не подлежащем регистрации, без спасательного жилета. Он был после инсульта, в связи с этим он выпал с лодки и утонул. Капитаны маломерных судов признались, алкоголь ни перед, ни во время рыбалки не употребляют. Ведь рулевому нельзя терять самоконтроль. Солидарны и те, кто рыбачит с берега. С этим же вопросом мы отправились к ним. Согреваетесь ли горячительными напитками? Вон машина стоит. Дорого сейчас штраф. И плюс права лишают. Так что горячительные напитки, это уходим в сторону. Вот рыбу ловить или водку пить, так лучше на диване сесть, телевизор включил, охота и рыбалка есть, такой канал. Рюмочку за удачу хлопцев. То, что выпьешь, так это уже не рыбалка. К несчастью, так думают немногие. 30 мая в Гомельской области утонул рыбак. Мужчина вместе с товарищем распивал спиртные напитки на берегу, позже решил искупаться. Нырнул и больше не появился на поверхности. Это 15-й случай гибели на воде в республике за прошлую неделю. Напомним, в трех из них жертвами стали дети. Ангелина Дикун, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.